Здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec на второй PlayStation. Так, ну в прошлой серии мы с вами проехали парочку не самых сложных чемпионатов и заработали две машины, но в общем-то мы их с вами продадим в этой серии, потому что в этой серии мы двинемся в достаточно сложный чемпионат. По крайней мере он будет самым сложным на данный момент, ничего сложнее для меня еще не было, поэтому нам надо будет докачать нашу Мазду, ну и собственно говоря для этого надо будет продать все, что у нас есть. Продаем эту малолитражку, продаем мини-купер заработанный и продадим даже RX-7. Знаю, что Витяныч, ты говорил, что не стоит, машина хорошая, но если все удастся, мы заработаем гораздо более лучшую машину прямо в этой серии, прямо в этом чемпионате, в который, собственно говоря, сейчас и двинемся. Но сначала прокачка. Так, в общем, берем подвеску, как я уже давным-давно хотел. Стабильность, она сейчас всему голова очень важна, потому что наша машина уже мощна, мощна и ей нужна стабильность. Так, ну и еще надо все-таки мощей добавить, потому что там, в этом чемпионате, куда мы двинемся, соперники уже очень мощные, поэтому давайте-ка вот все, что... Собственно говоря, у нас машина будет полностью на лошадиные силы прокачана после этого. И вот десятку стоит еще балансировка. И, собственно говоря, вот и 351 лошадиная сила у нашего MX-5. Так, ну и двигаемся. Значит, сегодня мы пойдем уже в лигу для подростков. И здесь вот будем участвовать вот в этом чемпионате. Это японский, опять же, чемпионат японских машин. Здесь уже серьезные призовые, здесь нет ограничений по машинам, ну, кроме что, надо на японцы ехать, конечно. Трассы, с одной стороны, простые, с другой сложные. То есть, две последних, я в них очень не уверен. И в них есть самая заковыра, собственно говоря. Ладно, приступаем. Так, ребята, тут даже не накладочка случилась, но пришлось прибегнуть к чудо-монтажу. Потому как я, когда зашел в этот чемпионат вот первый раз, вот когда Enter, собственно говоря, нажимал, у него зашел и обнаружил, что самого главного соперника здесь нету. И решил, что лучше переехать. Я ту попытку проехал, я засейвался после нее. Поэтому, когда мы здесь проедем эту гонку, там денег будет несколько больше, чем было до этого у нас, после продажи и прокачки MX-5. Но вот не было NSX. Здесь самая сложность в том, что здесь выступает Honda NSX Type-S Zero. И это очень сильный соперник. А вот когда я зашел сюда, в общем-то, впервые я NSX здесь не обнаружил. Вот. Самый сильный соперник был Lancer, но он гораздо легче, чем NSX. И я без труда, в общем-то, одолел этот чемпионат. Я подумал, что в такой конфигурации вам не очень интересно будет смотреть. Поэтому решил перепройти еще раз чемпионат. Поэтому это как бы вторая попытка. И на заработанные деньги, также в первой попытке, я еще прикупил резину. И надо сказать, ребята, с резиной это совсем другая машина. Вот я еще раз убедился, я уже говорил, когда проходил первую часть, вторую, я вам говорил, что резина это, ну, это очень важная часть. И здесь я в этом еще раз просто убедился в своих же словах. Сейчас Mazda себя ведет на порядок лучше. Даже вот с купленной подвеской, что мы с вами сделали, и с увеличенной немножко мощностью, она все равно не так себя стабильно вела, как вот сейчас. И то, сейчас у меня стоит не самая лучшая резина, сейчас стоит софт, а можно еще поставить супер софт. И вот сейчас это, конечно, поразительная разница. Так что в дальнейшем будем больше даже, можно не тратиться где-то на мощность или подвеску, или еще какие-то элементы лучше вкинуться деньгами в резину, наиболее лучшую. Та резина, которая у нас стояла, супер хард этот, она говно. Так, вот то, что я сейчас творю, я сейчас объясню. NSX, как я уже сказал, очень серьезный соперник, и первые три трассы в этом чемпионате, это вот R246, то есть я сейчас пытаюсь, ну, в общем, закосячить NSX, чтобы его кто-то из соперников прошел. Вот, видите, по-моему, супра уже, да, супра проскочила, это хорошо. Для чего я это делаю? Для того, чтобы на последних двух трассах у нас как можно больше был задел очковый, потому что там я не то, что в победе не уверен, я там даже не уверен, что я в тройке финиширую. На R11 она очень сложна, и я до сих пор никак не могу к ней привыкнуть. Вот, да и к физике, к местной еще не очень привык. Хотя, если честно, вот сейчас с этой резиной, возможно, будет проще. Но, дабы не рисковать, вот на всякий случай, все-таки на этих трассах, которые для меня гораздо более знакомы, и я на них гораздо лучше себя чувствую, я буду стараться этот NSX, ну, как можно ниже, чтобы он финишировал, помогать ему в этом, берем в кавычки, да, вот, и... Ну, вот сейчас его надо, бывает, ему бы еще закосячить, потому что у нас еще целый круг впереди, а уже он к Супри опять подобрался, он гораздо сильнее, чем все здесь, он... Ну, это просто вот, как помните, я... В первой части мы проходили чемпионаты, где еще не самые прокаченные машины, вот, там NSX тоже был очень силен, ну, действительно, машина эта очень классная, очень... Ну, она великолепно сбалансирована, среднемоторная, низкая, плоская, великолепная подвеска у нее, и она, ну, в разы сильнее. Она, может быть, даже по лошадиным силам тут и проигрывает кому-то, но за счет общего баланса она великолепна. Вот, хорошо, отлично получилось его в стену просто вписать. Так, самое главное, знаете, что это? Не увлечься и... В общем, нам обязательно выиграть надо. NSX-то-то, закосячить это основная задача, но при этом надо выиграть. Главное не заиграться. Это последний круг, поэтому все. FireLady, вот, конечно, очень близка к нему, но надо-надо уже вперед выходить, потому что осталось полкруга всего. Так, ладно, проходим NSX-то спокойненько. И, ну, супру надо аккуратно пройти, дабы не закосячить ее. Ух ты, смотрите-ка, перекрестило, ну, снесло меня. Вот, видите, проблемы какие. Уже третий сектор начинается, точнее. Третья треть круга. Так, даже NSX-то чуть-чуть получилось еще вкосячить. Так, все, надо супру обходить по-любому. Чего бы то ни стоило. Ну, напрямую, в принципе, мы пошустрее. Так, ну, давай. Драг Рейсинг. Ну, наша Миата, она уже серьезный агрегат. На прямой с ней лучше не пихаться. Так, ну вот, слава богу, первая гонка. Ну, мой замысел пока работает. NSX-3 мы выиграли, это отлично. Так, следующая трасса Суперспидовый. Там, да, там тоже желательно его закосячить. Ну, там, по идее, проблем не должно быть вообще с победой. Ну, наши имеют. Вот, смотрите, какие деньги уже серьезные. 7500. Красотища. И вот, видите, денег уже было 17000. Это вот то, что осталось у меня от Прошу прощения. осталось у меня от первого круга прохода этого чемпионата. кстати говоря, мне там дали, за этот чемпионат дают отличные машины. И одну из них я уже получил. Пока не буду говорить, я в конце серии обязательно вам покажу ее. Сейчас пока не скажу. И вот за этот, собственно говоря, проезд мы еще какую-то машину получим. Здесь дается 4 машины в этом чемпионате. И только одна из них, она меня не устраивает никак. Эта машина это такая же точно Mazda MX-5, какая вот сейчас в наших руках. Вот, поэтому, естественно, она меня не может устраивать. А любые остальные машины, они ну, пойдет. Отличные машины уже. Они тот хлам, который нам до этого давали. Так, вот видите, как он сначала отрывается. Сволочь такая. Мало того, что стартует с пола, он еще и уходит просто в точку. Даже вот ГТО там есть, по-моему. Она со своими четырьмя ВД не может. Так, здесь вот трасса довольно широкая, поэтому не очень, конечно, удобно его в стену впихивать. Так, ну-то надо тогда с внутренней стороны заходить. ну-ка, проезжай. Видите, как мы уже сразу оторвались. То есть, он, я говорю, он гораздо сильнее, чем все то, что вместе с нами так ездит. Так, сейчас вот я опять не получил, чуть промазал. Главное, ему не давать сотрываться, ну, желательно еще и закосячить. В принципе, тут шесть кругов, время еще есть. Но круги достаточно быстрые. Сейчас попробуем его во внешнюю стеночку. Оп! Оп! Так! Во! Вот это уже гораздо лучше. Гораздо лучше. О! Отлично! Вот и супра вылезла. Ну, давай, подруга, обгоняй. ты мне очень большую услугу сделаешь. На самом деле, это, конечно, секрет, но я бабок забашлял супер туда, водили, чтобы он меня пропускал. Поэтому, даже если он выйдет вперед, все ништяк, все схвачено. никому. Ну, а вообще, вот сейчас мы, конечно, косячим и носимся. надо его упороть куда-нибудь. Блин, с внешней стороны опять. Смотрите, как они боками трутся, а? Что-то тут неладное между вами, ребятки. Так, сейчас опять стеночку попытаемся. Оп. Ух ты, как его повело. Хорошо, хорошо. Все равно сильно не отстает. За счет своей... Ой, даже не знаю, не мощности, за счет вот... Блин, за счет того, что это NSX, черт возьми. Этим все сказано. Опять он достал супер. Блин, уже пятый круг. еще и обходит. Вот наглец, а? Ну, сейчас если не удастся его еще раз закосячить, то надо уже все включать турборежимы самому, ну, хотя бы выигрывать. Ладно, если даже супра не сможет. Стался последний круг. очень короткий и очень ответственный. Главное не уступать ему по очкам. Даже если он второй придет, он уступит всего в четыре очка. Главное, я говорю, не закосячить. Так, о, отлично, его там занесло, и, по-моему, супра снова вперед вышла. Ну, гляньте, они бок о бок идут там. Эх, сдюжила бы супра очка. Ну, она напрямых ему уступает. Обойдет, обойдет у нее. Ну, ладно, хоть четыре очка отыграем, тоже нормально. Там целых шесть, тут четыре, будет десять. Тоже хорошо. Надо в идеале очков вот двенадцать, четырнадцать, четырнадцать даже лучше будет. Если четырнадцать очков за дел будет, то на последних двух гонках можно даже там не вторым приезжать, а еще ниже. Третьим, четвертым. Потому что, я говорю, я на счет ТР-11 я абсолютно не уверен на сто процентов, что я там смогу даже второй приехать. Так, ну, прекрасно. Уже тридцать тысяч. Деньги сейчас тоже важны, конечно. Потому что, хоть там и дадут хорошие машины, но понадобятся деньги на их прокачку. Ну и вообще посмотрим, сколько у нас будет денег. Может даже еще что-то купим. Все зависит от того, какие машины нам дадут. Ну, точнее, какую. Естественно, нам дадут одну машину. Так, вот это последняя трасса, в которой я уверен, что я здесь выиграю. И здесь можно ну, вот так вот вести себя нагло и пытаться NSX этот закосячить. Дальше пойдет уже гораздо сложнее. Так, он сразу просто в точку уходит, отрывается. не, ну красавец, конечно, я ничего не говорю, NSX это вообще одна из моих любимых машин, но когда на нем, когда он в соперниках у тебя, это, конечно, очень большая проблема. Так, эх ты, че. Ладно, сейчас в медленном повороте предпримем следующую атаку. подъехал хотя бы кто-нибудь. Ну так, что даже не сказать, что особо подъехали. Так, ну, ну хоть кто-нибудь объедьте. Так, есть. Фашка, объехала? Так, нет, Супра не смогла. Хорошо, что еще сейчас не Супра даже, а еще и Фашка, то есть мы вместо NSX так есть риск Супру тут взрастить серьезного соперника, а так если они очками будут обмениваться позициями, это вообще будет, конечно, шикарно. Так, вот он уже опять впереди. Просто не глядя. Ой-ой-ой-ой-ой. успел вырулить сам. Давай-давай, родимый. Родимый Mazda MX-5. Тоже вот, а как на самом деле, он или она машина, вроде она Mazda, она. А вот автомобиль, он мой. Непонятно, как к тебе обращаться тогда же. Так, ну-ка. Опа. Ой-ой-ой-ой. Ух ты. А что-то он тоже застрял. Ой, отлично, он последний. Просто класс. Все, сейчас надо без шуток вырываться вперед. И, ну, думаю, уж на второе место он точно сейчас не выберется. Классно получилось. Я что-то думал, что сам закосячился и его не смог. Ништяк, он даже еще не выбрался, не успел. Кто это у нас ГТОшечка? Надо аккуратненько их обгонять. Это наши буферы. Так, дальше, по-моему, это у нас... А, кстати, это Legacy B4. Такая же, на которой мы в 4-й Гран-Туризм обгоняли. Так, Супра. Ну, смотрите, с остальными вообще без проблем разделываемся. Ну, классно, что Фашка лидирует. Молодец. Фух, так, ладно, выбрались на первое место. Хорошо. Ну, тогда есть время немножко поговорить о Формуле 1. Даже без нее. Последняя гонка прошла. Мы с вами на стриме чуть-чуть обсуждали. Я вас призывал смотреть ее. Ну, сами, естественно, ее посмотрел. Хорошая гонка, на самом деле, получилась даже напряженная. Там, даже за победу немножко, немножечко так было. Ну, в один из моментов гонки не ясно было все-таки, кто выиграет. Хотя, Росберг, в принципе, гонку контролировал, но Хэмилтон там пошел на иную тактику, крайне мере, пытался и интригу-то все-таки создал. Правда, я думаю, если бы он все-таки резину суперсофт одел, у него шансов было бы гораздо больше. Там кругов не так много оставалось. Вот, ну, в общем, он две гонки до этого чего-то на команду там орал, что они не дают ему другую тактику попробовать. Вот здесь он, собственно говоря, это сам инициировал и благополучно гонку просрал. Поэтому, ну, сейчас, может быть, немножечко, ну, как, вразумит его эта ситуация чуть-чуть, что команду иногда все-таки надо слушать, когда тебе с мостика говорят, там все-таки видят, информации у них гораздо больше, и когда тебе говорят, что, парень, лучше давай поменяем резину, то все-таки надо менять, наверное, а не думать, что это какой-то заговор. Вот, ну, а так гонка интересная была, и борьба была, и были интересные дуэли, были нерешенные вопросы, хотя, там, по сути, только лишь за четвертое место борьба была, и все-таки поменялись местами Ботос и Райканин. Ботос гонку провалил, надо сказать, еще и штрафные баллы получил за свой косяк. Вот, и Райканин молодец, красавчик Кимми, Айсмен на подиуме завершил сезон, и все-таки отбил четвертое место у Ботоса. Вот, Вильямс, как ни странно, вообще очков не набрали, и вообще у них какая-то концовка смазанная получилась. Я был рад за Форс Индию очень, что и Перес, и Хилькинберг много очков набрали, молодцы. Вот, Данька Квят, правда, у него, ну, он и квалифицировался плохо, из-за того, что в третьей практике не тренировался из-за проблем электрических, и в гонке у него проблемы случились механические, у него система ИРС отказала, в общем, в этой ситуации, конечно, даже хорошо, что ему хоть одну очку удалось зацепить, вот, но Риккярда он так и не пропустил. Риккярда, конечно, большую часть очков отыграл у него, но в итоге в трех очках позади по итогам всего сезона, так что Данька молодец, с первого раза в новой для себя команде уделал приму Рэдбула, красавчик, это, на самом деле, ребята, это многого стоит, это вроде бы кажется, да что там, три очка, ерунда, но как к Риккярда в Рэдбуле относились, по крайней мере, в прошлом году, это показатель. И, в общем, естественно, продлили их обоих. Я, конечно, буду надеяться, что Рэдбулл в следующем году прибавит, но предпосылок к этому, если честно, мало. Пока не ясно с моторами, вот, когда выяснится, что за мотор у них будет, тогда более-менее ясно станет. Если они перейдут, не дай бог, на Хонду, то, конечно, сезон следующий будет провален. Если останутся, хотя бы с Рено, то, конечно, тогда могут и прибавить. Я думаю, Ренохи все-таки поработают над движком в межсезонье. И тогда могут быть варианты, при которых Рэдбулл снова воспрянет. Ну, а если удастся опять же перейти на Феррари или Мерседес, то это вообще будет это будет просто шикарно. как говорит Хорнер, контракт уже подписан с двигателистом каким-то и они оглашат это через неделю. посмотрим. Вот. Ну, в общем, кстати, в чемпионате интересно получилось, что первые 10 мест заняли пилоты прям попарно первых пяти команд. то есть первые двое это гонщики Мерседес Хэмилтон Росберг. Дальше идут на втором месте в кубке Феррари и в личном зачете идут Феттель и Райканен третий, четвертый. Дальше у нас Вильямсы и их пилоты идут на пятом, шестом месте. Это у нас Ботас и Масса и дальше идет Форс Индия. Ой, дальше идет Рэдбул и это Данька Квят и Рикьярда и дальше идет Форс Индия и два пилота ее в личном зачете тоже Перес и Хюлькинберг. Конечно, стабильность уникальная. Я что-то такого не припомню, что такое вообще было. Но, несмотря на это, конечно, сезон все равно был интересен. Надеюсь, что в следующем году все-таки Макларены воспрянут. Что Феррари подтянется еще больше к Мерседесу. Может быть Виллианс тоже. Ну, что-то поплотнее все-таки. Посылок к этому, конечно, мало, потому что в следующем году регламент изменится очень незначительно. По сути, останется тем же. Поэтому пространства для маневра маловато у команд. А у Мерседеса сейчас на голову выше техника. Просто они всех разрывают. поэтому может быть конечно Феррари или на что я надеюсь Редбул подтянутся, но доминировать все равно будет Мерседес, мне кажется. Вот. Так что нормально. Классный сезон, окончание тоже было красивым. Мне понравилось, что в концовке Росберг воспрял. Это тоже для него немаловажно. Ну, хоть он титул и проиграл, но вот эти три победы подряд в концовке сезона, шесть полов его подряд, конечно, они его очень хорошо взбодрили, как такой приятный душ, прохладный. Вот. Ну, а для Хэмильтона это, не знаю, ушат, наверное, холодной воды было для него, то, что так Росберг воспрял. Вот. Ну, и, думаю, начало сезона будет на воодушевлении у Росберга, по крайней мере, начало следующего сезона. Это немаловажно, потому что Хэмильтон действительно очень силен. Но вот сейчас в концовке сезона Росберг как бы показал, что да, он силен, но при том, когда у Росберга проблем нету, все хорошо складывается, он, в принципе, с ним едет на равных и даже способен его побеждать. Так что это не может не радовать ребятам. Вот. Ну, ладно. Это была Формула 1, минутка, или пяти минутка точнее. А то, что происходит на трассе, меня, если честно, сейчас удивляет. Но не очень, правда, потому что я уже сказал, что после того, как я прикупил резину, машина стала вести гораздо стабильнее. и вот Р11 это громадный показатель того. Вы посмотрите, как она у нас сейчас выходит из медленных поворотов. То есть, я сейчас смогу, ну, не то, что смогу, я уже могу на ней в поворотах гораздо раньше вставать на газ. И, ну, конечно, все равно надо контролировать немножко, играть газом, но ее так не тянет. Раньше она, ну, просто моментально срывалась в занос и все. Я просто, ну, даже сделать ничего не мог. Ну, либо совсем газ отпускать, либо, как бы, как-то ее контролировать. Сейчас, ну, это небо и земля, ребята. Так что, если будете проходить Гран-Туризма 3, мягкая резина вам в помощь, ребята. Даже, я говорю, не так важна подвеска, не так важна где-то даже мощность. Ну, мощность, конечно, тоже важна, но, тем более, если вы на мощность машину прокачали, ставьте мягкую резину, заработайте лучше денег на, лучше продать даже какую-то машину, может быть, которую хотелось, или там пожертвовать подвеской, коробкой, но вот купить резину, это, по крайней мере, в третьей части это еще более важно стало. Я всегда говорил, что резина очень важна, здесь это гораздо больше ощущается. Вы смотрите, 4 победы, вот этого я не ожидал, это реально неожиданность для меня, что я смог здесь одолеть NSX, ребята, это, это очень круто, в самом деле. Я думал, я в прошлый раз даже здесь, когда ехал, вот, ну, вне записи, когда, собственно, здесь NSX не было, был Lancer, я здесь не смог выиграть, даже у Lancer, но тогда резины не было. Машина была точно в такой же конфигурации, как сейчас, но на той вот старой резине Superhard, и те же самые проблемы были, постоянно юзом, постоянно пробуксовки, постоянные отлавливания, и я финишировал лишь пятым, да. Вот такие дела. Так, ну и вот насчет этой трассы я тоже волновался, но судя по тому, что на R11 так все достаточно легко получилось, думаю, здесь тогда, ну, расслабляться, естественно, никогда не стоит, но думаю, что NSX мы здесь сможем побороться. Вот. На самом деле, хорошо все-таки, что я перепрошел чемпионат еще раз, потому что ну с NSX все-таки как бы там ни было бороться интереснее. Ух ты, смотрите, как его занесло. Че, парень, резину меняй. Вот так вот, видишь, я резину поменял, и все, ты уже не такой грозный. С NSX, даже если мы его сейчас вот ну как бы на равных боремся, с ним гораздо веселее, гораздо сложнее бороться, чем вот если бы Lancer там был или еще что-то, Skyline там тоже довольно сильный, но ни в какое сравнение он не идет здесь, в этом чемпионате с NSX. NSX здесь царь и бог. Хотя, сейчас это уже не так однозначно. Ух ты, вы гляньте, как это солнце выходило из-за деревьев, блин, четко. Все-таки я продолжаю на графику обращать внимание, она до сих пор меня радует, а уже, ну, не такие восторги, но все-таки уже какая-то серия, седьмая, немножко как бы так примелькалась, все-таки привык к картинке, но некоторые ракурсы, конечно, просто великолепно выдает игра. Ну и вот, собственно, как я в какой-то из серии изначальных самых говорил, то, что физику как бы игры удастся на полную ощутить, да, прощупать, вот, когда машина станет более мощной. То есть, вот, когда у нас та же самая MX-5 была, но еще слабенькая, непрокаченная, достаточно сложно было понять, как вообще, что, мощей не хватало, тем более, мы там первые серии еще и с помощниками ехали, электронными, ну, не прочувствуешь физику, а вот сейчас, да, сейчас я могу сказать, что третья часть физика, конечно, она такая, все равно она склонна здесь к избыточной поворачиваемости больше, нежели к недостаточной, то есть, это прям видно, уклон в эту сторону, потому что даже несмотря на то, что вот я сейчас резину поменял, все равно тенденция осталась, осталась тенденция к, ну, в общем, к избытку, но сейчас гораздо, конечно, ощутимее, то есть, и машина сама ощущается в поворотах, как она вот стоит, как она брыкается, пытается вырваться, так скажем, у тебя из-под пальцев, вот, когда уже, ну, в принципе, если брать нашу Мазду, то она практически полностью уже прокачена, пусть она не такая мощная, но для своего веса, как бы, для своих габаритов, она уже серьезный аппарат очень, и вот сейчас очень хорошо чувствуется уже физика, и, кстати говоря, ну, такое немножко, ну, не сказать, что печаль, может быть, даже не разочарование, но немножечко огорчает все-таки меня местная физика, все-таки вот сейчас, чем более, хотя я до сих пор еще не привык к ней полностью, чтобы прямо вот сказать однозначно про физику третьей части, нужно сесть будет за руль именно гоночного аппарата, полностью прокаченного, который не с заводского, как бы, состояния прокачен до спортивного, а изначально, чтобы это была гоночная машина, вот, достаточно мощная, и вот тогда уже прям точно можно будет прочувствовать и сказать, действительно ли физика вот здесь, ну, вот, как бы, неужели она будет так же себя вести, эта физика по отношению и к гоночным машинам, то есть, вот так же не будет вихлять, так же с небольшой такой вялостью, задержкой реагировать на команды рулем, если это будет действительно так, то меня это действительно тогда уже разочарует немножечко, не так реалистично, не так даже, ну, чисто с точки зрения пилотирования, не так приятно машину пилотировать, я уже говорил, что мне больше нравится недостаточная поворачиваемость, избыток для меня более такой проблематичный, так, ну вот, собственно, мы в обраточку выиграли, то есть, у нас 5 из 5, и, блин, я очень рад, что даже на тех трассах, которых я опасался, смог в итоге выиграть, хотя, с другой стороны, немножко челленджа не получилось, я думал, что получится, ну, прям, ноздря в ноздрю, но вот, резина сыграла свою большую роль, тем не менее, так, ну, что же, смотрим, теперь, что за машину дали, так интересно, за этот чемпионат, я говорил, 4 машины уже дают, а, да, еще же призовые, какой-то кубок интересный, прямо в олдскульном таком стиле, и вот, смотрите, тут как бы рандом такой сейчас, все 4 машины как бы видны, в затемнении, а, другую какую-то дают, ну, это отлично, ох ты, RX-7, вот, отлично, главное, что не MX-5, так, ну, это, конечно, очень хорошо, все равно, хоть она и FR-ная тоже, но она гораздо мощнее, гораздо лучше, чем то, что у нас сейчас есть, ее мы, естественно, оставим, так, ну, вот, все 5 выиграны, до этого на R11 была, пятерочка у меня стояла, так, ну, и сейчас я вам покажу в гараже, что же мне дали первый раз за этот чемпионат, тоже классная машина, на ней мы сможем пройти чемпионат EFF, вот, тадам, видите, FTO-шка, Mitsubishi FTO, GP P-Vision R, тоже классная машина, выглядит, конечно, она очень так красиво, ну, и вот наша RX-7, тоже, ну, ее мы прокачаем, в принципе, на ней уже можно будет участвовать в каких-то более серьезных чемпионатах, уже где спортивные, гоночные машины, вот, так что, я думаю, она продолжит с нами карьеру, ну, а уж FTO-ха-то и подавно, то есть, ее будем использовать для чемпионатов переднеприводных, вот, они есть, этот чемпионат есть не только в Beginner, ну, и в последующих лигах, поэтому FTO-ха нам еще не раз пригодится, еще за этот чемпионат дают, ну, как я уже сказал, MX-5 и за него дают еще Lancer Evolution 6, тоже было бы неплохо 4-х видовую машину иметь и, ну, как бы, проходить 4-х видовый на ней чемпионаты, ну, и ладно, так тоже сойдет, смотрите, у нас и денег поднакопилось 75 тысяч, то есть, сможем либо купить новую машину, либо прокачать из что-то ныне у нас существующих машин, в общем, посмотрим, я прикину, что нам делать в следующей серии, ну, я думаю, скорее всего, все-таки пройдем FF чемпионат, может быть, немножечко в ТОшечку прокачаем, ну, не может быть, а скорее всего, вот, ну, и что, на этом, наверное, давайте тогда прощаться, спасибо большое, что смотрели, что были со мной, комментируйте, подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, вот, она указана на главной странице у меня, на моем канале, там будут все новости о моем канале, о стримах, буду там теперь выкладывать, так что вступайте, ну, и с вами был, как всегда, Скудер, увидимся в следующих сериях, и, да, ребята, запомните, не стоит об играх общаться, стоит в игры играть, вот и будем это делать на моем канале, летсплей, всем пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok